Парад делегаций и участников мероприятия стартовал в 17 часов. Фольклорный ансамбль, коллективы организации учреждений, жители и гости нашего города проследовали от здания почтамта до детской школы искусств, где состоялось торжественное открытие фестиваля. Всех присутствующих поздравили глава города Уварова Владислав Денисов, председатель горсовета Зинаида Супова, заместитель начальника отдела молодежных программ управления по связям с общественностью Тамбовской области. Это уникальная площадка для возрождения русских народных традиций, для воспитания любви к малой и большой родине. В течение всего праздничного вечера на сцене выступали творческие коллективы в различных жанрах. Песня, танец, театр, игра на национальных инструментах. Они прибыли из многих уголков Тамбовщины и соседних областей. Лирические, народные и зажигательные морские песни. Такой подарок привез заслуженный коллектив народного творчества России «Вишневый сад». Ну как не принять ансамбль «Вишневый сад» в фестивале «Вишневый сад». Фестиваль на высшем уровне. Нам очень здесь нравится. Организация, красочность, гости, эмблемы. Ну, в общем, все на высшем уровне. Прекрасный фестиваль. Жюри, которому предстояло оценить творческую деятельность участников ярмарки, было настроено на самые высокие результаты. И не мудрено. Членов комиссии завлекали шутками-прибаутками, катали на карусели, приглашали водить хоровод, играть в ручеек. И, конечно же, везде по старинному русскому обычаю, гостеприимные хозяева встречали гостей хлебом, солью. Усаживались за стол. Есть и вишневое варенье, чтобы улучшить настроение. И вишневый наш пирог, чтобы покушать каждый срок. Пироги, плюшки и пирожные, десерты и напитки. Блюд с начинкой из вишни было несчетное количество. Ой, мы даже не знаем, мы со счет сбились. Вся больница готовила. У поваров можно было не только узнать секреты приготовления вишневых шедевров, но и самому выступить в роли кулинара. Мы с Уваровского химико-технологического колледжа сегодня будем показывать мастер-класс. Хотим пригласить нашего мэра, я перчатки им приготовила, чтобы продемонстрировать, какой он умелец в кулинарии. Надо сказать, что мастер-класс прошел удачно. Изделие главы города получилось не хуже, чем у профессионалов. На протяжении всего мероприятия проходили интерактивные конкурсы, в которых принимали участие горожане и гости города всех возрастов. Получив карточку заданий и посетив точки активности демонстрационных площадок, они осваивали различные виды народных промыслов, участвовали в играх и забавах. При этом зарабатывали баллы и получали за них призы. Неподалеку от основной сцены расположился город мастеров. Для участия в фестивале поступило большое число заявок от умельцев из различных регионов России. Изделия из дерева, вязанные предметы одежды, игрушки, старинные предметы обихода, украшения и многое другое. Товары по душе смогли найти все желающие. Красочным моментом праздника стал конкурс костюмов «Барышня вишенка» и «Сударня вишня». Свыше 30 участниц продемонстрировали свои костюмы. Призеры получили мягкие игрушки и кубки, символизирующие кувшин с вишней. Всем участницам конкурса были вручены сладкие призы и сертификаты. По итогам фестиваля всем творческим коллективам, ремесленникам, коллективам предприятий учреждений города, активно участвовавшим в мероприятии, были вручены сертификаты и благодарственные письма. Я хочу поздравить всех куварусов, гостей с этим великолепным, значимым праздником. И этот праздник, мы думаем, будем продолжать каждый год. Сводный хор участников фестиваля завершил концертную программу, исполнив песню «Вишня белоснежная цветет». На этот хор участников фестиваля заявка «Вишня белоснежная цветет». А-а-а! Пусть в ваших садах всегда цветут белоснежные яични! Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, НашГород.